еще вопрос на который нужен ответ как мне познакомиться с кем-то халяльным способом потому что к сожалению многие молодые люди считают что в исламе нельзя видеться с человеком до брака а встретиться только в день свадьбы и все ты в браке очевидно мы знаем что это не так как можно познакомиться с противоположным полом халяльным способом знаете прежде чем ответить хочу сказать вам братья и сестры я не поощряю вас обходить родителей ваши родители самые важные люди в семье у них очень много прав нужно обсуждать такие вопросы будьте открыты с ними что я хочу сказать те из вас которые находятся в таком затруднительном положении прошу родителей относиться с пониманием и поддержкой знаете своим детям я тоже желаю лучшего но поверьте мне я это доказал если кто-то придет ко мне и скажет я хочу жениться и так далее мне важны две вещи дин и ахлак если это есть и обе стороны проявляют интерес я всего лишь помощник том что аллах указал облегчать и все остальное потом пожалуйста обратите на это внимание давайте перейдем к вопросу как встречаться дозволенным способом халяльным это же последний вопрос а еще один хорошо вообще-то халяль на это не встречаться а встретиться видите ли в исламе это сунна увидеть супругу знаете поговорить с человеком встретиться но под присмотром чтобы тебя не использовали скажу вам главное это наблюдатель если девушка например увидела брата это возможно и заинтересовалась у аллахи лучший способ для нее это обратиться к брату или отцу по отношению к моим детям я бы сделал это для своей дочери если она желает я пойду встречусь и так далее скажу ему моя дочь проявляет к тебе интерес например давай знакомиться что ты думаешь я могу так не зовите наблюдателя когда уже зашли слишком далеко понимаете когда слишком поздно и вы уже влюбились что невозможно получить отказ вот в чем ошибка вы обратились к семье слишком поздно и так сначала они находят кого-то а потом знакомит вас официально например я здесь а вы садитесь там общаетесь пьете чай кофе может быть я не смогу услышать все дословно но машааллах вы под присмотром без поцелуев прикосновений почему потому что на этом этапе чувства нет вы говорите обсуждаете что ты любишь что нет видите как человек говорит выглядит высокий низкий на эти вещи разрешается смотреть хорошо если вас устраивает скажите это родителям устраивает обоих довольны альхамду лилля некоторые могут сказать я хочу увидеться снова этого недостаточно и вы встречаетесь снова и снова каждый раз те же условия нет лимита в количестве встреч некоторые говорят один раз и все то есть приносишь чай говоришь ассаламу алейкум и уходишь и он увидел чай субханаллах мудрый брат скажет постой подожди ты принесла чай с молоком я не такой хотел 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 зеленый и она заговорит с тобой чайный бизнес процветал шестидесятые семидесятые годы субханаллах а сейчас капучино братья вам нужно знать встречи разрешены можно поговорить выпить чашку кофе вместе можно посидеть и пообщаться это нужно знать вам совсем не нужно чтобы ваша дочь вышла замуж за парня которого заставляют родители а у него другая на стороне и ваша дочь не нужно у аллахи это происходит каждый день а спустя два года он говорит я не хотел жениться у меня есть другая и у нас трое детей а ты спрашиваешь почему ты не сказал я сделал это из-за родителей наказание таким родителям суровое вы разрушили жизни людей лучше быть честным и сказать это желание родителей а у меня есть другая извини за неудобство спасибо тебе шукра я откажусь спасибо и он скажет родителям нет даже не надо доводить до этого нужно быть открытыми но наша проблема в лицемерии мы позволяем детям ходить везде а если касается брака нет нельзя встретиться пап я видела три тысячи мужчины а с тем за кого хочу замуж запрещаешь в чем проблема где ты был раньше в чем дело в университете где я учусь преподают мужчины а за кого хочу замуж запрещаешь встретиться под присмотром отец говорит хорошо под присмотром садиться рядом с вами и спрашивает что ты хочешь сказать говори будь проще они знают это новое поколение современное поколение это не компромисс религии это так и должно быть досудного дня не навязывайте свои обычаи там где это противоречит религии если не противоречит тогда можно а если противоречит то нельзя пусть аллах простит нас и так встретились раз два три раза если не устраивает с уважением шукра спасибо еще кое-что а если пообщаться можно твой номер да хотите знать правильный способ хочу посоветовать я видел молодых девушек и парней тоже иногда которые повелись на слова я люблю тебя скучаю пришли мне свое фото без хиджаба пришли такое некоторые отправляют фото в обнаженном виде позже это всплывает тебя начинает шантажировать будьте осторожны насколько бы серьезными вы не считали отношения не допускаете ничего харамного о чем позже вы можете пожалеть хотите пообщаться в отцапе нет проблем можно но знаешь что мой брат тоже будет группе чата он будет просто читать тогда парень скажет да ладно не надо ты что знаешь что если ты на самом деле хочешь жениться на мне ты согласишься что тебе скрывать он же твой будущий родственник давай заходи в чат пообщаемся втроем увидишь он уже не сможет сказать я еще не видел твои ножки почему потому что брат читает это только для твоей защиты твое сердце это самый ценный орган сердце и мозги это самые значимые органы не позволяйте никому взять под контроль эти органы потому что через них вам могут причинить очень сильную боль это аллаха он будет контролировать аллах решает отдавая свое сердце вы даете возможность сломать вашу жизнь иногда мы спешим с этим субханаллах пусть аллах поможет нам я рассказал лишь малость на самом деле намного больше иншаллах мы сали встретимся снова и сделаем еще несколько видео иншаллах пусть аллах дарует вам рай последний вопрос скажи амин брат амин амин я ждал что вы скажете амин не хочешь видео со мной ладно хорошо как мне как изменить мои харамные отношения на халяльные запретные хочу перевести в дозволенные хорошо первое ислам доус